Руководитель Министерства природных ресурсов и экологии отчитался перед главой региона. Аспектов затронуто много. От чистоты воздуха до восстановления таежных угодий. Уже на протяжении нескольких лет показатель отношения площади лесовосстановления и лесоразведения площади вырубленных и погибших лесных насаждений составляет 100%. В ближайших планах ведомства ликвидация старых котельных, строительство мусоропереработки, а также контроль запаводковой ситуации. Что изменится в жизни россиян с 1 марта? Женщинам заприте от поднимать тяжести, станут другими правила отпуска лекарств в аптеках. Простые водители избавятся от техосмотра, но для некоторых процедура все же останется. Об этих и других нововведениях расскажем. Снег начал таять и грязь не самая страшная. Весной многие регионы бьют тревогу. Повышается риск распространения бешенства среди домашних животных. Ваша собачка может, гуляя просто по территории, на лапках принести домой непосредственно вирус и дома уже начать там зализывать себе лапки. В число заболеваний входит не только бешенство, но и чумка, энтерит и другие болезни. Хакасия снова стала регионом-партнером международной туристической выставки Интурмаркет. Стенд республики расположится с 12 по 14 марта в центральном выставочном комплексе «Экспортер», что в Москве. Центр информатизации и новых технологий предложит виртуальную экскурсию по Салбыскому кургану с использованием VR-очков. Аутентичную атмосферу на стенде Хакасии будут создавать полноразмерная копия изваяния улук-хуртой Ахтас и актеров костюма хакасских духов. Столичные власти приступили к пересмотру движения автобусов и троллейбусов. Маршрутная сеть должна быть оптимальной, пояснили в мэрии. Студент, школьник, рабочий или служащий должны быстро и беспрепятственно добираться до мест работы или учебы. Абакан активно разрастается и необходимо учитывать транспортную доступность в новые районы. Нижняя Согра, 10-й жилой район, Красный Абакан и Арбан. Чиновники рассчитывают создать схему, при которой любой маршрут будет иметь одну пересадку, а ожидание транспорта не должно превышать 2-3 минут. Техническое задание разработали в Управлении коммунального хозяйства и транспорта города. Специалисты постарались исключить дублирующие маршруты и проложить новые направления. Изложенные на презентации в администрации Абакана техзадания как похвалили, так и раскритиковали. Отшлифовывать проект предстоит еще неоднократно. Наступила весна. Постепенно снег, который перины накрывал Абакан последние несколько месяцев, полностью растает. И покажется то, что под ним было спрятано всю снежную зиму. И грязь это не самое страшное. Традиционно весной многие регионы России бьют тревогу. В этом сезоне на порядок повышается риск распространения бешенства. И собачьи фекалии – вот настоящий враг иммунитета. Значит, сейчас, ну вот именно весна начинает, да, у нас непосредственно везде во дворах, скажем так, и в местах для выгула собак. У нас есть экскременты животного происхождения, которые хозяева за своими питомцами не убирают. Ваша собачка может, гуляя просто по территории, на лапках принести домой непосредственно вирус и дома уже начать там зализывать себе лапки. На распространение таких заболеваний, а в их число входит не только бешенство, но та же самая чумка, энтерит и прочее, сказывается и активность диких животных. В некоторых районах Акессии возле жилых зон увеличивается количество диких лис. Кроме того, с наступлением теплой погоды многие выезжают на природу, прихватив с собой домашних любимцев. Они теперь на свободном выгуле и рискуют подхватить болезнь. А мы знаем, бешенство является летальным, в том числе для человека. Ну и кроме того, специалисты отмечают, что около 30% от болезней животных происходит как раз из-за того, что именно мы приносим в дом вирусы на своих ногах. Поэтому порог нужно чистить регулярно. По информации Всемирной организации здравоохранения, бешенство встречается почти в двух сотнях стран мира и на всех континентах, кроме Антарктиды. Ежегодно оно уносит жизни десятков тысяч человек. В зону риска входят дети до 15 лет. Их кусают куда чаще остальных. Так что делать, чтобы жертв избежать? Если вы постоянно посещаете ветеринарный кабинет, то у вас есть определенный график прививок, который вам ветеринарный врач прописывает. Если же нет, то я советую всем владельцам животных сейчас весной, ну именно по наступлению весны, провести все-таки вакцинацию своих животных. Стоит отметить, что страдают от инфекционных заражений в основном домашние животные. Бродящие безнадзорные собаки в силу своей дикой жизни быстро нарабатывают иммунитет. Однако, если домашний питомец в силу разных причин стал уличным, в случае заражения он рискует стать переносчиком. В республике началась подготовка к началу дорожного сезона. По данным Минтранса Хакайси, для своевременного старта ведомство еще в прошлом году поручило Хакасавтодору и муниципалитетам оформить всю необходимую документацию на проведение аукционов и как можно быстрее определиться с подрядчиками. На сегодняшний день основная часть контрактов на проведение дорожных работ до конца года уже заключена. Это даст возможность приступить к работам, как только позволят погодные условия. Уже приобретаются горюче-смазочные материалы и проводится обслуживание техники после зимы. Добавим, что в этом году запланировано отремонтировать около 75 километров дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Минтрут России выпустил приказ, согласно которому с 1 марта в России начинают действовать новые нормативы допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжести вручную. Так поднимать женщинам тяжести без перемещения можно массой не более 15 килограммов. Также масса груза, перемещаемого в течение часа, в сумме не должна превышать 350 килограммов при подъеме с рабочей поверхности и 175 килограммов, если с пола. За нарушение этих правил работодателю грозит административная ответственность. Также в министерстве объяснили, куда обращаться женщинам, если работодатель заставляет их переносить тяжести сверх положенной нормы. Жалобу нужно подавать в инспекцию Роструда. Также с 1 марта изменились и правила отпуска лекарств в аптеках. Теперь врачи на рецептах обязаны указывать срок действия этого самого документа и степень его срочности. Одни сутки, двое или до 10 дней. Также запрещается выдача антидепрессантов, снотворных, седативных и прочих средств по рецептам ветеринарных клиник. Уже с начала марта вступят в силу правила, которые коснутся сельского хозяйства. Так начнет действовать закон, устанавливающий более строгие требования к производству экологически чистой продукции. Это значит, что будет запрещено применять клонирование и методы генной инженерии. Таким образом, на продуктах производителей, прошедших добровольную сертификацию, появятся новые специальные маркировки. В марте вводится штраф за езду без диагностической карты о прохождении техосмотра. 2000 рублей придется заплатить только тем владельцам, чьи автомобили к ТВО обязательны. В ГИБДД отмечают, с марта в стране заработают камеры видеофиксации. И такой штраф может приходить на имя владельца только один раз в сутки. Отмечается, что согласно новому закону, процедуру техосмотра не нужно проходить автомобилям, принадлежащим физлицам. Исключение составляет только те случаи, когда авто используется как такси, либо когда в его конструкцию были внесены технические изменения. С 1 марта вступает в силу приказ Минприроды, запрещающий выбрасывать мусорные контейнеры, бытовую технику, системные блоки и другие части компьютеров. Все это, отмечают в министерстве, состоит из компонентов, которые разлагаются столетиями. Гражданам, которые нарушат приказ Минприроды, грозит штраф от 1 до 4 тысяч рублей. Зависит от суммы предполагаемого ущерба. Минздрав Хакасии планирует за этот год построить 15 медицинских объектов по оказанию первичной помощи сельскому населению. Согласно региональной программе предусмотрено возведение 5 врачебных амбулаторий, 3 фельдшерско-акушерских пункта и 7 фельдшерских. На это в казне заложено почти 163 миллиона рублей. А в целом по проекту планируется освоить 345 миллионов. Финансирование производится из федерального и республиканского бюджетов. В Черногорске сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали 32-летнего мужчину, который напал на человека. Вызов поступил из общежития на улице Дзержинского. Полицейские выяснили, компания приятелей выпивала и в какой-то момент друзья отправились разгуливать по коридорам. Вели себя агрессивно, сквернословили и даже распылили газовый баллончик. Подозреваемый сделал замечание нарушителям покоя, но те не реагировали. Словесный конфликт перерос в драку. В какой-то момент мужчина забежал в комнату, схватил нож и ударил 24-летнего парня в грудь. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 10 лет. ДТП в Абакане. Пострадал 21-летний мотоциклист. Местом аварии стал перекресток улиц Щетинкина и Кирова. По предварительной информации, 20-летняя девушка за рулем иномарки не пропустила мотоциклиста, когда поворачивала налево. Произошло столкновение. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта получил серьезные травмы головы. Он был доставлен в больницу. Проводится проверка. В Абакане сообразительная продавщица спасла клиентку от мошенников. Сотрудница магазина сотовых телефонов сообщила полицейским о пенсионерке, которая в их офисе намеревалась перевести мошенникам 600 тысяч рублей. 69-летняя женщина пояснила. Ей позвонили якобы из Центробанка и предупредили, что счет горожанки атакуют неизвестные. Аферисты убедили женщину в том, что она незамедлительно должна снять все свои накопления и перевести их на продиктованный счет. Аферисты объяснили, куда идти и что говорить. Всю инструкцию пенсионерка записала на листочек. Это-то и смутило сотрудницу магазина. Девушка заподозрила неладное и вызвала полицейских. Возбуждено уголовное дело по факту попытки мошенничества. Первый день весны известен в России как день кошек этому празднику. Не так много лет. Он появился в 2004-м с подачи Московского музея кошек. По статистике в мире порядка 80% населения имеют домашних животных и половина из них кошки. Хакасия также не исключение. В республике во многих семьях обитают эти животные и своих питомцев хозяева холят и лелеют. Долгое время ответить на вопрос, почему именно коты и кошки, а не собаки, считаются близкими друзьями человека, не представлялось возможным. Однако недавно ответ был найден. Ученые провели научное сравнение собак и кошек. Цапсарапки победили в пяти категориях. Развитость мозга, популярность, общение с людьми, способности к сверхвосприятию и экологичность. Богатство Хакасии и ее леса. Они занимают больше 60% от общей площади региона. Являются одним из основных видов природных ресурсов. Леса играют важную роль в развитии экономики и охране окружающей среды. Поэтому сохранение и развитие экологического потенциала – стратегический приоритет в работе республиканского правительства. О работе в этой сфере перед главой Хакасии отчитался министр профильного ведомства. Уже на протяжении нескольких лет показатель отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составляет 100%. В 2021 году данный показатель составил 103%. В 2021 году в Хакасии появились две новые особо охраняемые территории. Это природный парк Маранкольский в Таштыбском районе и памятник природы Ивановские озера в Орджоникидзовском районе. В прошлом году было убрано больше 60 тысяч кубометров ветровальной древесины, и эта работа продолжается. В рамках нацпроекта «Экология» Хакасия получила почти 80 единиц современной техники и оборудования. Это помогло успешнее пройти пожароопасный сезон. В 2021 году было ликвидировано всего 11 лесных пожаров на территории 130 гектаров. Для сравнения, в 2020 году было ликвидировано 46 пожаров на площади 22 тысячи гектаров. На предстоящий год глава Хакасии обозначил ряд важных задач. Валентин Коновалов подчеркнул, необходимо работать над тем, чтобы обеспечить жителям чистую воду, почву, живые леса и безопасный воздух. Вопрос реализации плана по улучшению атмосферного воздуха в рамках нашей Хакаско-Аминесинской котловины, тех населенных пунктов, которые там расположены. И, конечно, вопрос вхождения в федеральный проект чистый воздух. Тут важно приложить все усилия от работы с федеральным центром. Среди других планов на 2022-й – ликвидация нескольких старых котельных, подписание соглашения о реализации инвестпроекта по возведению мусороперерабатывающего комплекса, завершение строительства стационарной экологической лаборатории и аккредитации передвижной. Также на особом контроле у Министерства работа по безаварийному прохождению паводков в этом году. Разваливающееся здание стоит прямо на въезде в Устебакан. Бывшее управление образования. Вид, как после бомбежки. Дыра вместо окон, снесенный забор. Одним словом, внешний вид строения пугает, но приманивает детей. Это местечко также облюбовали наркоманы и лица без определенного места жительства. Чиновники от сельсовета уже не раз забивали оконные проемы, но толку от этого нет. Там и пожары, и постоянно возгорания происходят, да? У меня здесь ребенок ходил. Им интересно здесь. Ну, хотелось бы, чтобы как-нибудь облагородили или хотя бы снесли. Вы давно наблюдаете, да? Ну да, да. Но детям интересно, они все время сюда идут. Ситуация оказалась не такой простой. Уже на протяжении нескольких лет районные чиновники не могут найти организацию, которая бы полностью снесла здание. Состоялось несколько аукционов, а подрядчик так и не нашелся. Невыгодно. Ведь земля под домом принадлежит району. Ее не отдают в аренду и не продают, а вложиться в работы придется. По имеющейся у администрации поселка информация районная администрация, конкретно управление имуществом, несколько раз пыталась его сдать под разбор. Но заинтересованных лиц так и не нашлось. Ну, с годами это все больше ветшает, разрушается. Сейчас объявлен очередной аукцион. Решится ли судьба зловещего здания, или оно так и будет продолжать пугать и притягивать подростков, станет известно в этом месяце. Судебные приставы перечислили на счета взыскатели почти 420 миллионов рублей алиментов. Это данные за прошлый год, и они превышают показатель 2020-го. В целом средняя задолженность родителей неплательщиков по Хакасии составляет более 260 тысяч рублей. Основными мерами побуждения должников к оплате являются аресты на имущество, ограничения в праве выезда за пределы страны и запрет в регистрации. К тому же сотрудники органов принудительного исполнения помогают алиментщикам трудоустроиться. В итоге новую работу обрели свыше сотни должников. На учет по безработице оформлено более четырех сотен неплательщиков. Добавим, что в прошлом году судебными исполнителями полностью завершено 5000 производств по взысканию алиментов. Надежный ремонт. В магазине лакокрасочных материалов в Абакане широкий ассортимент продукции и разумные цены. От эконом до вип-класса. Есть гибкая система скидок. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Продавцы-консультанты всегда помогут сделать правильный выбор. В нашем магазине представлена краска известного европейского бренда, а также отечественных производителей. У нас широкий ассортимент защиты для дерева. Есть краски для металла. Например, термостойкая краска. Три в одном грунт эмали. Краски по дереву или бетону. Краски для кухни или специально для детской комнаты. Такое покрытие устоит перед активными играми, а фломастеры легко смоются со стены. Здесь помогут добиться любого цвета и оттенка. В магазине есть компьютерная колеровка. После такого ремонта не только интерьер, но и жизнь заиграет новыми красками. Все это предлагает магазин «Ремакс». Находится он по адресу Абакан, улица Хлебная, 30. Режим работы по будням с 9 до 17.00. В субботу до 3 часов дня. В Заринске Алтайского края завершилось первенство Сибири по волейболу среди девушек до 15 лет. На чемпионат прибыли команды из Томской, Новосибирской, Омской, Иркутской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев и Хакасии. На турнире спортивная сборная республики уверенно одержала победу. И, как говорят в спорте, вынесла всех соперников, переиграв их с сухим счетом по партиям. Болейболистки из Хакасии играют под руководством тренера Ирины Золотухиной. Серебро досталось команде Красноярского края, а третьими стали спортсменки из Алтайского края. В столице Хакасии стартовала акция «Серебряная лыжня» для жителей старше 55 лет. С сегодняшнего дня еженедельно во вторник и четверг с 18 до 20 часов на базе парка культуры и отдыха Абакана будут проходить бесплатные занятия по лыжным гонкам под руководством инструктора. В парке действует прокат. Инвентарь можно получить в спорткомплексе имени Булакина. В рамках акции старшее поколение сможет осваивать зимний вид спорта до конца лыжного сезона. Самых активных ждут подарки, сообщили в пресс-службе Минспорта Хакасии. Субтитры создавал DimaTorzok